МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как набраться терпения? Власти просят горожан не посещать Снежный городок до его открытия. Намерения подтвердили. Благовещенский судостроительный завод получил заказы в рамках программы импортозамещения. Настрой сбили. Организаторов турнира «Драка» подвела техника. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Пожарные вытащили из огня двух благовещенцев. Накануне в областном центре горел двухэтажный жилой дом на Чайковского, 239А. Хозяев квартиры, мужчину и женщину с ожогами разной степени доставили в областную больницу. А их квартиру потушили за 17 минут. Правда, для этого понадобились силы сразу трех городских пожарных частей, 17 огнеборцев и 5 спецмашин. Они едва сумели предотвратить возгорание соседней квартиры. Впрочем, 4 квадратных метра пола огонь подпортил. Специалисты предположили, что пожар мог случиться из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. Выяснение причин продолжается. С соблюдением всех норм безопасности на центральной площади сегодня зажгли главную елку города. Это произошло вечером, как только стемнело. А днем готовность новогоднего городка к праздникам проверила мэр Благовещенска Валентина Калита. Ни проблем, ни нерешенных вопросов у специалистов, украшающих столицу Преамурья к новогодним торжествам, нет. Работы идут по графику. А строительство городка и вовсе вступило в финальную фазу. Все снежные фигуры готовы, хотя повозиться с ними скульпторам пришлось порядочно. Первоначально, так как зима, снег запоздал в этом году. Под действием солнечных лучей и пыли. Были в трех фигуре повреждены. Из-за того, что пыль оседала и пыли продали, но сейчас их тоже все это сделано. Завершают и декоративную подсветку территории. Завтра приступят к установке торговых павильонов. К электричеству подключат палатки для обогрева посетителей и пункт проката коньков. В этом году специально для катка на площади власти закупили 60 новых пар лезвий. Сегодня снежный городок готов на 90%. Художникам осталось доделать всего 4 ледовых фигуры. Полюбоваться на стороне мастеров и сфотографироваться с ними может любой желающий. А вот с горок пока специалисты кататься не рекомендуют. Их еще необходимо доработать. А именно капитально залить скаты. Сейчас лед на горках из-за раннего интенсивного катания местами протерся до дерева, а где-то образовались ямки. Все это мешает безопасному веселью. Поэтому граждан убедительно просят потерпеть до официального открытия. Оно состоится 26 декабря в полдень. Тогда снежный городок предстанет предпосетителями во всей своей мультяшной красе. Если сегодня дети не все смотрели эти мультики, и может быть не совсем их любят сегодня, но есть старшие поколения, которые приведут своих детей или внуков и сами расскажут об этих фильмах, которые когда-то смотрели сами, которые любили, расскажут почему. Поэтому я думаю, что жители города любого возраста найдут для себя любимый уголок. До конца февраля в столице Преамурья продлится голосование за лучший слоган ко дню рождения города. Мнения благовещенцев ждут на электронной площадке «Активный гражданин». Напомним, первый этап голосования завершился 1 декабря. В нем приняли участие 111 человек. Большинство одобрили вариант «Благовещенск-160», «Гордимся прошлым», «Ценим настоящее», «Думаем о будущем». На втором месте по популярности оказался слоган «История города – история каждого». Именно они стали основой для нового голосования. Еще два варианта комиссия отобрала из предложенных горожанами. Город на все времена и все только начинается. Сделать свой выбор можно до 1 февраля 2016 года. В коммунальную передрягу с двойными квитанциями могут попасть жители 41-го дома в Благовещенске. Свыше 3000 потребителей ждали в декабре квитанции от своей обслуживающей компании, а получили от АКС. Придет ли вторая, пока не ясно, но коммунальщики предупреждают. Такой ход управляйки будет незаконным. Это вообще выходит, что не платили? Нет, вы платили, но они не оплачивали. Управляйки потребители платили, но рассчитаться за ресурсы она даже не подумала. Нюансы запутанной истории благовещенцам теперь объясняет оператор 4-го окна РКЦ. Его открыли специально для тех, чьи дома обслуживают управление жильем Благовещенска. Договора на поставку воды и тепла эта компания не имеет. Платить за ресурс следует АКС. Некоторые так и сделали. С 8 часов до 10 произвели в оплату в кассу, в наши кассы, два человека по Чайковского и по Пионерской улице. В управляющую компанию говорили, что сменили место приема, и они не могут ее найти. Идти на контакт с потребителями управляйка действительно не спешит. Зато она умело собирает деньги и меняет имена. Название вводят в заблуждение потребителей. АКС уже направила в Уфа с обращения с просьбой принять меры реагирования. При одном и том же руководстве создана уже седьмая УК. Теперь с заглавными буквами в названии. До этого были управление жильем, стройремонтпроект и даже УЖБ. Все они успешно, незаметно для потребителей и поочередно избирались на одних и тех же домах. После выставления ресурсоснабжающей организации квитанции дома украшают занятные объявления, подписанные руководством управляющей компании. Мол, платить АКС за добросовестно поставленный ресурс не стоит. Ресурсоснабжающая организация парирует. Выставляет счета она в строгом соответствии с законом. Мы даже обязаны выставить коммунальные услуги, потому как мы поставляем ресурс. Договора с управляющей компанией нет, поэтому мы выставляем квитанции. Не оплатить эти квитанции будет являться задолженностью жителей. Поэтому, чтобы такой ситуации не произошло, настоятельно рекомендуем оплачивать именно квитанции расчетно-кассового центра. Единственное, на что имеет право управляйка – выставление счетов за обслуживание и ремонт. В противном случае собственникам сразу советуют жаловаться в РКЦ. По телефонам, что на ваших экранах, специалисты напоминают, все рассчитавшиеся в декабре за ЖКУ становятся участниками акции «В Новый год без старых долгов». Абсолютно законной и с призами. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин, программа «Город». Благовещенский судостроительный завод поучаствует в федеральной программе по импортозамещению. Это стало известно по итогам заседания правительственной комиссии во Владивостоке. В ее состав вошел и губернатор при Амуре Александр Козлов. На совещании подняли вопросы импортозамещения и, в частности, стимулирования судостроительной отрасли на Дальнем Востоке. Дмитрий Медведев пообещал поддержку отечественным производителям. Во своем обращении председатель правительства дал прямое поручение губернаторам участвовать в этой работе. Мы вместе с руководством завода делаем все для того, чтобы достигнуть этих результатов. Напомним ранее, в правительстве Амурской области уже обсуждался вопрос о том, что Благовещенский судостроительный завод может получить заказ от «Газпрома» на изготовление грузовых барж с низкой посадкой. Представители компании еще раз подтвердили это намерение во Владивостоке. Благовещенский судостроительный завод оказался в центре внимания и высокопоставленного чиновника из Совета Федерации. Председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров посетил предприятие и пообщался с работниками. Подробности в сюжете. А вас получили? Получили, но его недостаточно. О главных проблемах судостроительного завода председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности решили рассказать без прикрас. Предприятие недозагружено. Сейчас 500 работников завода выполняют всего один заказ от Министерства обороны – малое гидрографическое судно. Срок его выполнения – 2019 год. Мы также еще выполняем работы по изготовлению различных металлоконструкций для Нижнебурейской ГЭС. Немного выполняем работы для Космодрома и для Благовещенской ТЭКС. Вот весь портфель заказов. Хотя мощность завода позволяет делать намного больше. К примеру, выпускать до 20 рыболовецких суден в год или до двух больших гидрографических катеров. Поэтому основная просьба гостю была не финансовая помощь, а заказы. Между тем, Виктор Озеров работу завода оценил положительно. У нас есть военная приемка, которая принимает выпускаемые изделия военного назначения в соответствии с теми требованиями, которые заложены в проектной документации. И то, что сейчас они сдали корабли с высоким качеством, говорит о том, что те оборудования, те люди, самые главные квалифицированные, которые трудятся на заводе, они этим требованием отвечают. Руководители предприятия передали члену Совета Федерации документы о том, какие именно работы способны выполнять специалисты завода. Виктор Озеров, в свою очередь, пообещал обсудить проблему не только с Министерством обороны, но и с другими структурами, которым могут понадобиться услуги Благовещенского завода. В рамках своего визита в область Владимир Озеров встретился и с однопартийцами. На собрании с амурскими единороссами речь шла о праймарис. Предварительные выборы Единой России пройдут за 4 месяца до единого дня голосования. 22 мая следующего года. Кандидатам в депутаты ЗАГСобрания при Амуре и Государственной Думе нынче предъявят очень жесткие требования, какие имена звучат в феврале на 15-м съезде Единой России в Москве. Однако одно из обязательных условий уже известно. Претендентам на депутатское кресло нужно по максимуму проявить себя в дебатах, агитационных и тематических. Таким образом, простые амурчане смогут сложить собственное мнение о кандидатах перед тем, как делать выбор. Более полутора тысяч благовещенских школьников приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады, но только 95 человек заняли первые места. Их и еще 238 призеров наградили в Центре эстетического воспитания. Олимпиада проходила по 21 образовательному предмету. Самыми популярными среди учащихся оказались русский язык, литература, китайский язык. Испытание по нему, к слову, прошло в этом году впервые. Физкультура, история, право и ОБЖ. Участвовала по Олимпиаде, по ОБЖ, готовились очень усердно. Если честно, я думала, что она будет очень легкой, но на самом-то деле, когда я пришла, она была очень сложная. Я пришла, смотрела, что половина того, что мы проходили в школе, не было в Олимпиаде. Я очень, конечно, испугалась, но все-таки справилась и стала призером. Некоторые школьники показывали знания сразу по нескольким направлениям. В итоге шесть ребят стали призерами по четырем предметам, девять по трём. А по двум направлениям призовые места заняли сразу 32 человека. Но больше всех отличилась благовещенская школьница Юлия Дагадина из первой гимназии. Она стала призером сразу по пяти общеобразовательным предметам. Тем временем лучшего Деда Мороза и Снегурочку только предстоит выбрать. Накануне в Благовещенске прошел кастинг сказочных персонажей. Поучаствовать в конкурсе пожелали два десятка горожан. На то, чтобы проявить себя, им дали по 20 минут. За это время Дед Мороз и Снегурочка должны были провести для ребят, которые вошли в состав жюри, два конкурса и поздравить их с праздником. Практика с детьми есть у нас, но в роли Деда Мороза и Снегурочки нет. А чем удивлять будем? Это секрет. Накануне Новый год и всё бывает в Новом году. Всё сбывается. Волшебство. В победу верить? Конечно. Только в неё и верим. В итоге жюри выбрало три лучших пары, которые выступят на открытии «Снежного городка» 26 декабря в 12 часов. Это будет вторым этапом конкурса, где и определят пару победителей. Пара, которой жюри присудит первое место, она поздравит жителей с Новым годом. Но это будет, мы сохраняем интригу 31-го, проводим всё это инкогнито, просто представляем, что победители конкурса вас поздравляют перед началом театрализованного представления. А все карты мы открываем 6 января в рамках празднования рождественских колядок на площади. И перед мероприятием мы торжественно проводим награждение. Новый год примчался в отдалённые районы Благовещенска. Раньше положенного срока, но от этого не менее радостны. Для детворы посёлка Мясокомбинат городские депутаты организовали ёлку с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками. На уличную ёлку собрались почти все жители района. Людмила Гончарова, например, пришла с внуком и сама втянулась в веселье. Мы такие рады, что нам такой праздник устроили. Мы благодарны партии «Единая Россия». Они сегодня детям подарки раздавали счастливые, хотя живут там многие нормально. Но для ребёнка это такое счастье – получить подарок. Да ещё с рук Деда Мороза конфетки. Вы что? Мы так благодарны. Незатейливые конкурсы, чтобы согреться, фото с Дедом Морозом на память и секретный ингредиент, который организаторы добавляли за пять минут до окончания торжества. Маленькие, но приятные подарки. Здесь, наверное, как вы сами видите, не так-то много развлечений. Не каждый ребёнок поедет на городскую ёлку. И не каждый день. Каникулы большие и длинные. Поэтому у нас это система в работе. Жители знают распекрасно, что мы здесь и на Масленице, мы здесь и на 1 июня. Эта ёлка стала первой в череде новогодних гуляний. Впрочем, для всех отдалённых районов депутаты подготовили свои сюрпризы. А в завершении выпуска спортивная пятиминутка. Какие трофеи в копилку благовещенских атлетов принесли эти выходные, знает ведущая «Время спорта» Юлия Мишурнова. А у меня на этом всё. Читайте нас на сайте tv-город.рф, звоните в редакцию по номеру 52-42-02. Приятного вам вечера и до встречи. Добрый вечер. В эфире «Время спорта». Рубрика, выходящая при поддержке пейнтбольного клуба «Фиеста». Хочешь драться – дерись на ринге. Под таким девизом бойцы из четырёх стран сразились в традиционном международном турнире по версии драка. В публике, которое собралось немало, спортсмены представили 10 рейтинговых поединков. А завершил вечер бой за звание чемпиона мира по муай-тай среди профессионалов. Итак, уважаемые дамы и господа, я представляю вам бойцов. Хорошие знакомые в жизни на ринге безжалостные противники, а главное оружие – собственное тело. Побороться за звание лучшего на турнир съехались 22 бойца не только из России, но и других стран мира. Один из них – москвич Альберто Мирджанян. Тайским боксом 23-летний парень занимается всего 4 года, но очень результативно. Даже более тяжелого Благовещенца два раза отправил в нокдаун. Благовещенский парень был очень крепкий, достаточно много ударов вытерпел, очень акцентированных ударов. Он молодец. Я считаю, что они правильно сделали, что сняли, потому что я чувствовал, что я пробил его. И в третьем раунде я по-любому закончил бы нокаутом. Судя по тому, что в Благовещенске намного меньше турниров проходит, чем в Москве, у меня возможности больше боксировать, у них меньше, но все равно они показали очень хорошие бои. Впрочем, из 10 поединков в 7 победа досталась все-таки Благовещенца. А самый ожидаемый бой оставили напоследок. За звание чемпиона мира по Муай-Тай между россиянином и чехом начался поединок с гимна стран бойцов. И вот тут произошла первая заминка. Гимн Чехии так и не прозвучал. По техническим причинам. Возможно, это и сыграло свою роль в проигрыше чешского спортсмена Алекса Заболоцки. Его 35-летний Евгений Ганин отправил в нокаут и получил долгожданную победу. Хоть и были ошибки. Без ошибок ничего там и не получается, ничего не происходит. Я, конечно же, буду пересмотреть бой, буду работать над ошибками. И даже самые там великие спортсмены, они совершают там и ошибки. Но ожидаемое было то, что, в принципе, что я должен был сделать, я это сделал. И мы, в принципе, нарабатывали это на тренировках, именно встречный удар и справа. И он у меня, ну, получился как нельзя лучше. Я чуть даже, ну, повредил себе руку. Ну, как бы, главное – победа. Турнир стал еще и благотворительным. На традиционном аукционе ведущий разыграл перчатки с автографами всех бойцов. Вырученные 30 тысяч рублей пойдут на лечение шестилетней Марии Осиповой, страдающей ликозом. Около сотни любителей путешествий съехались в Благовещенск для участия в областных соревнованиях по спортивному туризму. Мерзнуть спортсменам не пришлось. Скалы и овраги им организовали в стенах 26-й школы. Как атлеты преодолевали условные препятствия и почему туризм называют интеллектуальным спортом? Ответы уже в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фоне этих спортсменов Человек-паук нервно курит в сторонке. Без всякой суперсилы они висят под потолком и карабкаются на стены. Хотя для них это и не стены вовсе, а скала. А подъем по навесной переправе – способ преодолеть условный овраг. Впрочем, не только хорошим воображением должны обладать спортсмены. Здесь не просто взял гирю, поднял и опустил. Здесь надо думать. Здесь это очень важно. Как у нас говорят, затупить можно легко и проиграть соревнования и все, что угодно. Более того, и снять это соревнование и проучить, потому что ты какой-то прием выполнил неправильно или не продумал его. Особенно строго судьи смотрят за тем, что касается безопасности. В случае, если здоровье спортсменов подвергается хотя бы условной угрозе, комплекс приходится повторять сначала. Что и случилось с девчонками из Ковородинского района. Подумали, что мы не встегнули карабин. Ну, в карабин не встегнули веревку, потому что я ее езжу без страховки. Было сложнее, потому что устали в первом разе. Кстати, таймер между попытками не останавливают. Так что разница во времени между некоторыми командами достигает четырехкратного результата. Как и возраст спортсменов. Самому младшему туристу всего 12, опытному – 45. А вот сильнейших атлетов определил турнир. В итоге золото отправилось в Тынду, Благовещенск занял второе место, а замкнуло тройку лидеров команда Углегорска. А сегодня в борьбу вступили юные художественные гимнасты. В течение трех дней в спорткомплексе «Юность» будет проходить первенство города «Новогодние конфетти» на призы Деда Мороза и Снегурочки. За успехами спортсменов обязательно проследим и мы. Увидимся через неделю во время спорта. Напоминаю, спонсор рубрики – пейнтбольный клуб «Фиеста». Спонсор прогноза погоды – компания «Хоуммастер». Во вторник, 22 декабря, в Благовещенске утром 19 градусов мороза. Малооблачная погода. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов со знаком «минус». Пасмурно. Ветер подует с юга и усилится. Вечером минус 16, плотная облачность, но осадки опять маловероятны. Ветер южный. Ночью даже теплее на пару градусов. Ветер сохранит свою силу, но подует с юга-запада. Осадки исключены. Холодно ставить окна? Только этой зимой теплый монтаж окон в компании «Хоуммастер» совершенно бесплатно. «Хоуммастер» 533-777 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok